Сегодня в этом зале происходит встреча кандидатов президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича с доверенными лицами, рабочими и крестьянами, учителями, врачами, интеллигентами, депутатами Государственной Думы и местных советов, представителей малого и среднего бизнеса, науки и творческой интеллигенции. Я от имени штаба, который создан в Центральном комитете Компартии России вместе с объединенными левыми и национально-патриотическими силами, приветствую вас на этой встрече. Я хочу, чтобы вы дружно и энергично поприветствовали Грудинина Павла Николаевича, нашего общего кандидата, талантливого руководителя, очень успешного человека, который объединил все лучшие силы. Пожелаем Павлу Николаевичу успехов в этой праведной и очень важной для всех нас борьбе. Сегодня так много всякой лжи, мерзостей, которые сочатся из всех репродукторов, и которые организованы по хлещам лихих девяностых только для того, чтобы затоптать все светлое, народное, патриотическое. Они испугались, что впервые в новейшей истории России все патриоты, и левые, и коммунисты, и национально-патриотическое движение, все ведущие крупные организации, будь то писатели, художники, союз молодежи, будь то представители армейской молодежи, объединились вокруг Павла Николаевича как единого кандидата. Я прекрасно понимаю их волнение, потому что вся их последняя политика связана с тем, чтобы разделять и властвовать, врать и позорить всех, кто им не по душе или кого они хотели затоптать в ходе выборной кампании. Перед вами стоит один из тех, кто прошел все эти молотилки выборной кампании. Я уже, Павел Николаевич, не то стал, не то что успокаивать, утешать. Я говорю, ты сегодня имеешь руководителя штаба, который в свое время по наветам власти был владельцем гостиниц на Кубе, заводов в Иордании, щитов крупных на Кипре, кто захватил Спаска Лутовинова, кто был другом и братом всех местных и российских олигархов. Все это чушь развеется, но то предприятие, которое вы создали, тот уникальный коллектив, который выстоял, несмотря на кризис, сегодня является светочем надежды, потому что страна ждет прорыва вперед, а не новых инсуниаций в ходе грязных выборов. Хочу вам всем напомнить, я вижу немало молодежи и новых лиц, которые согласились пойти доверенными, я хочу, чтобы вы услышали эти слова. После предательства Великой Союзной Державы, после расстрела парламента, на крови, на лжи, на подтасовках была протащена Ельцинская Конституция, Конституция самовласти одного лица, которая окружила невиданное жулье, воруя голоса и растаскивая народную собственность. Тогда в страну приехало шесть десятков ЦРУшников, которые под руководством Чубайса продавали вашу собственность, не только за 70 лет советской власти, но собственность тысячелетней державы. Они своей рукой ставили стоимость заводов, кораблей, пароходов и продавали меньше трех процентов реальной стоимости, только для того, чтобы уничтожить мощь советской державы. После расстрела парламента, через пять лет был дефолт, когда все обвалилось и рухнуло. Тогда мы впервые объединили все народно-патриотические силы и сформировали коллекционное правительство Примакова, Маслякова, Герасченко и наиболее талантливых людей. Тогда стоимость баррелей нефти была всего 14 долларов, и мы вытащили страну от края пропасти, дав за год прибавку промышленности 24%. С приходом Путина появилась надежда. Надежда появилась, что будет сильное государство, социальное, что ликвидирует олигархию, что подумает о стариках и детях, что будет гарантировано полноценное образование и первое рабочее место, что не будут душить малый и средний бизнес. В первом послании все это было сказано. Несмотря на золотовалютный дождь, в 2008 году проваливаемся опять в эту яму, глубже других, минус 9%. В 2012 году избрали, впервые он обратился к вам с одним своими указами. Это план на ближайшие 6 лет, где брал обязательства решить целый ряд проблем. Взял на себя обязательства перед всей страной. Он обязан сегодня отчитаться за эти обязательства. Даже не прозвучало послание. Он обязан доложить и войти в дебаты с кандидатами ведущих партий. И этим пока не пахнет. Я специально проанализировал два дня назад в Думе, доложил всей Думе, сидели молча, слушали единородцы. Я говорю, вот ваши 11 указов. Только один указ, связанный с военной безопасностью, мало-мальски выполняется. Остальные все напрочь провалены. Провален указ, связанный удвоением ВВП. Никакого удвоения. За 5 лет минус 8% валового производства. Полностью провалены обязательства дать 25 миллионов из квалифицированных работных мест. И помине не пахнет этим. Обещали, не будут вымирать. Регионы русской области классически вымирают гораздо быстрее. Там рождаемость полтора раза ниже, чем смертность. Обещали, что будет приличная пенсия и зарплата. А на самом деле у детей войны в деревне 7-8-9 тысяч, а в городе 10-13 тысяч. Жалкое существование. Пол страны живет на 20 тысяч рублей менее. Заплатите коммуналку, тарифы, заплатите за еду. У вас на таблетке не останется? И вместо того, чтобы предложить программу в этой стране из кризиса, мы видим грязный пиар. Бесконечные инсулинации. Мы видим ту подлость и мерзлость, которую все заявляли в 90-е годы не повторяться. И обращающие средства массовой информации. Вам за вчерашние репортажи, которые написаны на всех каналах под копирку, вам придется извиняться. Там 300% уже юристы и специалисты наши подготовили сегодня процесс. Протест с полным доказательством того, что там случилось. Это все ерунда полная. Но я обращаюсь и к вам. Не множьте эту ерунду. Вот вы сейчас посмотрите, куда вложены капиталы. Они вложены в человека. Производство. Суберклассную организацию. Великолепные школы. Лучшие школы на планете. Лучшие детские сады. Лучшие парки. Лучшие уникальные фермы. Выступает Грудинин. Говорят, у вас будут доярки руководить самой страной. У него роботизирована первая ферма в стране. 500 коров, 2 оператора. А там нет доярок. Эти идиоты даже не знают, что там нет доярок. АПЛОДИСМЕНТЫ Я приглашал и говорил. Мы 10 фильмов по народным предприятиям подготовили. Уникальные предприятия у Грудинина. Потрясающие производства Казанкова. Мореал. Который выиграл все европейские конкурсы. Лучшие предприятия колхоз. На Ставрополье у Богачева. 200 таких предприятий. Принес фильмы и Путину, и Медведеву, и Думе. И сказал. Ну покажите. Всего 20 минут. Пусть люди посмотрят. Посреди вашего воровства. Мерзости, лжи, унижения страны. Есть люди, которые думают о человеке. О детях. Которые в состоянии решить эти проблемы. Почему на них не отбереться. Не оттолкнуться. В это социальное государство. Вот оно образцы. У Грудинина единственным из кандидатов. Есть аргумент, который никто не представит. Путин оказался отсчитываться от своих указов. У Грудинина можно все посмотреть. Потрогать. Прийти в школу. В детский сад. В поликлинику. Уникальный парк по мотивам русских сказок. Увидеть у них потрясающие плантации. Фермы. Переработку. Все можно посмотреть, потрогать. Вот сейчас мы вам специально покажем фильм о этом производстве. Чтобы вы убедились, вы не зря дали согласие быть доверенными лицами. Давайте еще раз пожелаем Павлу Николаевичу успехов. И твердо заявим, мы не только его поддержим, мы победим.